Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. 120 больниц за 5 лет. Какие еще объекты заложены в программу 85 на 85? И почему программа 80 на 80 реализована не полностью? Пора фонтанов. Поток воды в результате порыва теплосети в Барнауле сбил с ног пожилую женщину. Ожившие картины. Играем в куклы героями, сошедшими с полотен. Уникальная экспозиция в Барнауле. Жители села Андронова третий день остаются без воды. Здесь сгорел насос, потому что его давно не чинили. Как рассказали жители корреспондентам Политсибру, в прошлом году в селе по краевой программе должна была появиться скважина, но ее до сих пор не запустили. На отдельных участках есть собственные скважины, но пить из них воду нельзя, говорят жители. Она пригодна только для бытовых нужд. В Андроново предполагают, что МУП «Коммунальное хозяйство» не ремонтировало насос из-за тяжелого финансового положения. С июля прошлого года предприятие не платило за электроэнергию, хотя деньги жители собирали. Тогда долг в 104 тысячи рублей погасили меценаты, а 56 тысяч выделила Тюменцевская администрация. Но накопился новый долг, сейчас он составляет 80 тысяч рублей. Этой проблемы могло бы не быть, если бы в селе запустили скважину, считают жители. Сейчас администрация Тюменцевского района заверяет, что новая скважина готова к работе полностью и ввести ее в эксплуатацию планируется в мае 2018-го. Когда у жителей из кранов в домах потечет вода, пока неизвестно, мы следим за развитием ситуации. Нарушения пожарной безопасности выявлены в нескольких крупных спортивных объектах Барнаула. Речь идет о ледовой арене «Динамо» и крытом футбольном манеже «Темп». Проверки там проводила прокуратура индустриального района, сообщает информационное агентство «Метел». Недочеты в «Темпе» уже устранены, закрытие ему не грозит, чего не скажешь о ледовой арене. Здесь выявлена масса нарушений. К примеру, не все помещения защищены автоматической пожарной сигнализацией. В нерабочем состоянии находится внутренний противопожарный водопровод. В таком же состоянии система оповещения и управления эвакуацией. Это далеко не все несоответствия требованиям пожарной безопасности. Прокуратура потребовала устранить нарушения в течение 30 дней, чтобы избежать закрытия арены «Динамо». К слову, другие спортивные учреждения на данный момент пока не проведены. В Алтайском крае стартовала новая губернаторская программа «85 на 85», в рамках которой запланировано построить и отремонтировать 85 социально значимых объектов. Власти ее презентовали, несмотря на то, что предыдущая «80 на 80» не реализована наполовину. Под некоторые объекты предыдущей программы не заложен даже фундамент. Насколько реально через пять лет жителям края получить более 120 новых больниц, школ, спортивных комплексов, детских садов и других социальных объектов, пыталась разобраться Валентина Аскерова. Новая школа для жителей села Боровиха официально была включена в программу «80 на 80». Но из-за разногласий застройщика и местной власти больше 200 детей до сих пор ютятся в здании, в котором хоть фильм ужасов снимай. Декорации подходящие – разбитые стекла, обвалившаяся штукатурка и скрипучий пол. В школе без малого сто лет, а капитального ремонта здесь давно не было. Вот это здание отдельная столовая, дети выходят раздетыми. Туалета тоже в школе нет. То есть жить в 21 веке, имея вот такую школу в селе – это просто нонсенс. Блин, я очень жду, когда уже построят, чтобы своего ребенка туда отправить. Сейчас строительство школы на 500 учеников в селе Боровиха плавно перекочевало в программу «85 на 85» и у людей появилась новая надежда. Как нам рассказали в местной администрации, проект находится на последней стадии доработки. Если его одобрят, то в ближайшие месяцы строители приступят к работе. Застройщик, когда мы с ним встречались, он готов начать строить за свой счет, потом в надежде, что ему это вернут. Но, как нам пояснил сам застройщик, нет никаких гарантий, что школу у него выкупят. А это значит, нет и гарантий, что в очередную пятилетку учащиеся переберутся в благоустроенную школу. А это кадры средней школы села Орлова немецкого района. Здесь в тесноте вынуждены получать знания больше 200 учеников. 8 лет назад основную школу признали аварийной. Детей, по словам родителей, перевели в не менее аварийное здание начальной школы. За эти 8 лет ни разу не было капитального ремонта, и оно тоже нуждается в ремонте. У нас протекает кровля на втором этаже. На первом этаже в зимнее время в кабинетах очень холодно, в связи с тем, что окна старые. Коридоры и санитарные комнаты, комнаты для гигиены не соответствуют новым требованиям. Строительство новой Орловской школы тоже было в программе 80 на 80. Однако за 5 лет не утвердили даже проект. Эстафету передали программе 85 на 85. Стоит сказать, что истории со школами далеко не единственный пример. В краевой столице в очередной раз заморожена грандиозная стройка. Больше 6 лет не могут достроить государственный художественный музей. Я давно наблюдаю за тем, как он строится, но не особо вижу прогресса. Скоро времени уже построить? Ну, годы, ну, может быть, даже лет через 5 в нашем-то экономическом положении. Художественный музей Алтайского края по праву сохраняет за собой статус долгостроя. Реконструкция объекта по программе 80 на 80 должна была завершиться еще в 2015 году. Не случилось. Возникли разногласия за стройщиком, а потом и финансовый кризис. Программа завершилась, а крупнейший из художественных музеев за Уралом строят до сих пор. Ну, как строят? В разгар рабочего дня. Не видно ни одного строителя. Ведущие эксперты утверждают, уменьшились вложения, снизились темпы реализации губернаторской программы. Официальный сайт администрации края публикует информацию. Полностью реализовано только 16 проектов из 80. 64 объекта не завершены, строительство некоторых даже не начато. Правда, по словам представителей региональных властей, информацию на сайте просто не обновили. В правительстве региона рассказали, что не удалось завершить строительство 43 объектов. По словам чиновников, дело в экономическом кризисе, который пришелся как раз на период реализации программы. Но сейчас, говорят, экономическая обстановка в крае стабилизировалась. Все объекты, программы 80 на 80 будут возведены. И в данный момент они все финансируются, исходя из существующих возможностей. И есть планы их реализации. Какой-то объект, ну там, не такого масштабного плана, он будет возведен там, ну в течение, может быть, этого года. Основная масса объектов будет завершена. Чиновники также заверили, что все незавершенные объекты по программе 80 на 80 будут профинансированы. На это выделено более 1 миллиарда рублей из средств краевого бюджета. И стало понятно, что старая программа будет реализовываться параллельно с новой, только что стартовавшей 85 на 85. По которой, кстати, уже начали строить здание театра «Кукол сказка» и новую школу в Барнауле. Многие эксперты выражают сомнение, что выполнить обе эти программы за ближайшую пятилетку реально. Может быть, уместно было сократить эти программы. Понятно, что звучит это очень красиво, 75 объектов к 75-летию края, 80 к 80-летию, 85 к 85-летию. Но если нет возможности объективной, финансовой возможности, организационной, выполнить все объекты, может, не стоит привязываться к красивым числам, круглым датам. Безусловно, добавляют эксперты, программы разрабатывали исключительно из благих намерений. Благодаря им тысячи жителей края могут рассчитывать на новые детские сады, школы и больницы. Но чтобы эти объекты появились, строителям надо платить, а саму стройку финансировать. Поэтому без поддержки строительной отрасли реализовать и очередную программу будет проблематично. В последние годы создается впечатление, что строители уходят на второй план в развитии и экономике нашего Алтайского края. Уменьшаются объемы капитальных вложений, уменьшаются объемы ввода жилья, ну и решение социальных проблем. Одна программа плавно перетекает в другую. Количество запланированных объектов растет, сроки затягиваются. А люди по-прежнему ждут обещанных поликлиник, детских садов и школ. Ждут в разы дольше, чем им обещали и просят помощи. Я не знаю, что еще сказать, но надо, надо нам в школу, надо. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. В Барнауле началась пора фонтанов. Из-за опрессовки труб, проводимой по контуру ТЭЦ-3, накануне прорвало трубу отопления в районе дома по адресу Балтийская, 49. Инцидент зафиксировала камера наблюдения. Фонтан воды, вырвавшийся из-под земли, окатил случайно проходящую мимо пожилую женщину. По словам очевидцев, она, к счастью, не пострадала, за исключением того, что сильно промокла. Ее проводили домой. За медицинской помощью женщина не обращалась. А сегодня на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Челюскинцев образовался провал, судя по всему, также из-за коммунальной аварии. В течение дня здесь работала откачивающая техника. Пострадал в ходе опрессовки частный сектор. Труба лопнула прямо под огородом на улице Харьковской. Я услышала, что сильный стоит шум, треск, то есть уже шатался, ломался забор, трещал. И шум воды. Когда я вышла, выглянула, посмотрела, это клубы пара, кипяток прямо хлистал в пивоварку. В результате поток воды размыл участок на краю обрыва реки Пивоварка и обрушил фрагмент забора. Также под угрозой оказался пешеходный мост через реку, по которому дети ходят в школу. В Барнаульском теплосетевом подразделении СГК нам сообщили, что исправление повреждений будет произведено в порядке очереди до 6 июня. О компенсациях пострадавшим пока сказать не готовы. В бензине пытались найти бензин. Барнаульцы получили возможность бесплатно проверить топливо, которым заправляют свои машины. Проверка прошла прямо на одной из автозаправок города. Проект народной экспертизы привлек на ЗС десятки барнаульцев. Выстроилась очередь. Автомобилисты принесли пробы с бензином, отлитым в чистые сухие емкости. Горючее брали с тех заправок, куда привычно заезжают. Мы хотим показать клиентам, что каждый вид топлива имеет измеримые, вполне конкретные критерии качества, которые напрямую влияют на эксплуатацию автомобиля. И дать возможность сделать осознанный, самостоятельный выбор. Именно поэтому все проверки сегодняшние проходят инкогнито, без указания сети АЗС, с которых был взят образец топлива. 15 минут работы лаборатории на руках протокол испытаний со всеми ключевыми параметрами топлива, в том числе содержанием серы и металлов. Превышение этих параметров может навредить двигателю. Все показатели в пределах нормы. У вас здесь есть графа норма по техническому регламенту Таможенного союза и фактические значения. Вы сами можете сравнить и посмотреть, ознакомиться. Среди проб, отобранных на ЗС города, отклонения выявлены всего в нескольких образцах. Чего не скажешь о пробах, взятых из бензобаков. Тут нарушения нашли в каждом втором образце. Причина вне соблюдения элементарной автомобильной гигиены. Эксперты рекомендуют, если вы заботитесь о своей машине, регулярно проходите техосмотр, вовремя меняйте топливные фильтры и заправляйтесь только на проверенных станциях крупных сетей. Продолжаем выпуск. Проект нашей редакции «Улица столицы» станет изюминкой ночи музеев. Уже завтра автор рубрики Илья Кочетков проведет презентацию в Центральном парке. Вице-премьер краевого правительства Андрей Щукин предстанет перед зрителями в образе Ивана Ползунова. Открытие ночи музеев состоится в субботу в 19 часов на нулевом километре. Здесь будет организована выставка ретроавтомобилей, на одном из которых и прокатится Щукин Ползунов. В этом году программа мероприятия посвящена нескольким важным датам. Году добровольца, году отечественного балета, Японии в России и столетию Красной Армии. Напомним, что в этом году цена входного билета увеличивалась в два раза, но платным вход будет только в тех музеях, которые в обычные дни работают по входным. Подробную программу «Барнаульская ночь музеев» можно легко найти в интернете. Живописный портрет превратился в куклу. В художественном музее край готовится к открытию необычного творческого проекта. Российские мастера-кукольники, взяв за основу произведения из фондов нашего музея, представили зрителям свои новые работы. Елена Кузовкина продолжит. Уголок 19 века. Женские образы, кажется, сошли с картин, чтобы предстать перед публикой во всей красе в полный рост. Вот портрет, написанный Павлом Чистяковым. Деталям автор не придал особого значения, а мастер-кукольник, напротив, должен учесть каждую мелочь. Первый у вас такой опыт? Работа по картине, да. Опыт очень интересный. Было приятно. Как долго вы трудились над этой барышней? Ой, долго. Прежде чем приступить к созданию кукольного образа Унтера, мастеру из Туапсе пришлось основательно изучать историю костюма, а работая над портретом жены Серова, продумывать и цветовое решение наряда. Я держу в руках репродукцию картины известного алтайского художника Геннадия Федоровича Барунова. Называется «Отец». А вот тоже отец, выполненный в текстильной технике, мастерица из Новокузнецка. Говорит, в данном случае передать портретное сходство очень сложно. У автора все получилось. Проект «Куклы в зеркале художественных полотен» в Барнауле представлен впервые. Мастерам-кукольникам предложили несколько репродукций на выбор. Подлинники хранятся в фондах. Елена Ковалюк из Новосибирска, говорит, практически сразу полюбила свою длинноволосую героиню. Я долго искала ткани. Это все натуральные, дорогие, шелка, кружева. Ну, это, конечно, приятно было все. Откроется выставка в ночь музеев. Будет работать месяц. Организаторы уверены, куклы способны усилить и подчеркнуть художественное богатство фондов. Елена Кузовкина, Александр Андропов. Наши новости. Ну, а этой ночью Барнаул превратился в одну большую фан-зону. Сотни горожан отправились к двум большим экранам, чтобы посмотреть хоккей и заодно поддержать отечественную хоккейную дружину. Ну, посмотреть было на что. На льду датской арены действующие олимпийские чемпионы скрестили клюшки с извечным соперником, канадцами. Эмоции от поражения наблюдал Кирилл Палитов. Столь траурное изображение некоторые зрители восприняли как знак поражения не избежать. Трансляцию под всеобщий гул клаксонов возобновили в тот момент, когда трехцветные проигрывали кленовым с минимальным счетом. В руках флаги, на лицах боди-арт, в глазах вера в команду. Но вот именно так выглядел в этот вечер типичный барнаульский болельщик. Россия! Россия! Знаменитая кричалка в фан-зоне возле торгового центра арена звучала не так массово, как обычно. Подвела погода. Именно поэтому рекорда по посещаемости не случилось. Часть зрителей вовсе предпочла весь матч провести в автомобиле. Холодно. Запрещен алкоголь. Здесь акцент на культуру боления, на здоровье. Я думаю, многие с семьями приходили, болели. Я думаю, хорошие положительные впечатления без драка. Эмоций было очень много. Это уже новенький ледовый дворец Карандин-арена. Трансляция чем-то напоминает просмотр любимого фильма в кинотеатре. Приглушенный свет, большой экран, с той лишь разницей кричать разрешается. Во время матча оказалось, что от эйфории до надежды всего один шаг, точнее гол. Воробьев и компания смогли дотянуть лишь до вертайма. На больше олимпийских чемпионов Пхенчхана не хватило. Сразу же после финального свистка болельщики с стройными рядами потянулись к выходу. Тут же договорились собраться вновь, правда, уже во время домашнего чемпионата мира по футболу. Надеются, что там победных эмоций будет все же больше, чем на хоккее. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. 19 мая в крае отдельных районах возможен дождь, ветер юго-западноумеренный. 9 градусов ожидается в Бийске и Заринске, до плюс 11 в Алильске и Рубцовске. 12 тепла днем в Змеиногорске, Каминобе и Белокурихе. И в Славгороде до плюс 14. В Барнауле в субботу в утренние часы возможен снег с дождем. Температура ночью плюс 1,3, днем до 12 градусов тепла. Ну и все новости к этому часу. Хорошего вам настроения и до встречи в эфире. Иван Поскребышев воевал на 2-м и 1-м украинском фронтах. В 45-м году с ручным пулеметом младший сержант одним из первых переправился через Одер и отбивал плацдарм. Выдвинувшись вперед, начал гнать врага. А когда кончились боеприпасы, забросал фашистов гранатами, но очистил от них свой участок. За мужество и героизм, проявленные в бою, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.